В Михайловском районе края прошел семинар для руководителей предприятий агропромышленного комплекса. На нем в Рио губернатора региона объявил, что алтайским сельхозпроизводителям частично компенсируют рост стоимости ГСМ. Общая сумма компенсации около 360 миллионов рублей. Это деньги федерального и краевого бюджетов, резюмирует комсомольская правда Барнаул. В крае пытаются отбить школу от предстоящей оптимизации, пишет Банкфакс. В начале августа жители села Большой Быщелак Чарыжского района поставили перед фактом. Средние классы будут учиться в соседней деревне, поскольку местная школа лишилась основного корпуса еще 10 лет назад во время пожара. Сейчас 22 ученика занимаются в здании начальной школы, состоящей всего из четырех кабинетов. Одним словом, заключили чиновники и местные власти, школа неэффективна. Но с этим категорически не согласны местные жители. Они уверены, возможность организовать учебный процесс в селе есть. Рядом со школой находится старая мастерская, в которой можно оборудовать спортивный зал и дополнительные кабинеты. Подробнее о проблеме на страницах Банкфакс. Новое футбольное поле появится в Барнауле, информирует полиция БРО. Его обустроят на пересечении переулка Баева и улицы Юрина. На участок уже завезли 15 машин земли. Еще предстоит засеять газон, установить футбольные ворота, а также приобрести спортивный инвентарь. Отметим, спортивный объект появился благодаря победе ТОС Локомотивного микрорайона в конкурсе на соискание грантов мэрии города среди некоммерческих организаций. Стоимость реализации проекта – 95 тысяч рублей. Елена Макаренко, Наши новости.